Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Вот будем, пока мы ждем, пока к нам подключится мама 11 детей, руководитель объединения профессиональных приемных семей Тереза Ария Мартукане. Мы вот во всяком случае ждем подключения. Я пока напомню, что сегодня у нас 2 февраля на календаре. И вот в истории Латвии это любопытная, интересная дата, потому что именно в этот день на территории Латвии и Эстонии, ну тогдашних, было образовано княжество в составе Священной Римской империи Терра Марианна, то есть земля Девы Марии. И это было официальное название средневековой Ливонии. Ливонская территория, княжество, которое было разделено на 6 феодальных владений, в частности, ирижское архиепископство, просуществовало вплоть до 1561 года, когда в результате Ливонской войны Терра Марианна прекратила свое существование и вот северная часть отошла Швеции. Ну а тем временем с нами на прямой связи Ария Мартукане, руководитель объединения профессиональных приемных семей Терезы. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну вот мы в первой части программы говорили о том, о тех событиях, которые сейчас происходят в Польше, и о том, что массовые протесты по поводу того, что было опубликовано уже решение Конституционного суда о запрете в стране абортов, практически, ну это тотальный запрет, потому что там исключения делаются только при вероятности тяжелых необратимых поражений плода, и, по-моему, даже такие заболевания, как синдром Дауна и вероятность неизлечимого заболевания теперь не могут являться основанием для абортов, и, ну вот, в Польше очень-очень большие протесты. И вот насколько в Латвии, скажем, одно отношение к этой проблеме, женской проблеме, является, ну вот, таким же, не знаю, катализатором, таким же вот детонатором, поскольку в Польше очень, действительно, реагируют сильно женщины, и по статистике, по-моему, 150 тысяч абортов совершается ежегодно, и вот по словам лидера движения «Женская забастовка» Марты Лэмпорт, она говорит, что сейчас просто эти женщины будут уезжать за пределы Польши, и практически, ну, все то же самое, только будет за пределами Польши. Да, ну вопрос, конечно, вопрос этот очень тяжелый, и он уже долго стоит в очереди, ну, в разных странах, именно в таких странах, где сильно, очень сильная крестьянская вера. Я думаю, что так, что, ну, запрет, он никогда ни к чему хорошему не приводит, но есть многие такие вещи, которые нужны, чтобы такие запреты, ну, не осуществлялись. Не осуществлялись, да. Да, да, потому что если женщина такое решение принимает, значит, у неё есть очень много причин, почему она это делает. И интересно то, что если мы сравниваем с Латвией, то в Латвии есть одно количество семей, которые рождают детей. Эти дети и те, которые попадают в приёмные семьи, в детские дома, там абортов делают очень мало или вообще не делают. Рождаются пятеро детей, шестеро, семеро. Но аборты именно, ну, как проблема, в принципе, как решение проблем, в основном у тех женщин, которые живут довольно-таки хорошо. То есть, но ребёнок, он является как, ну, как, даже трудно сказать, в очереди. Машина, карьера, учёба, условия жизни, дом, квартира. То есть я могу позволить или не могу позволить. Так что, в принципе, ребёнок, как такое существо, которое должно родиться, он теряет уже своё значение. Он в очереди вещей становится. И это грустно, потому что бывают в семье очень тяжёлые обстоятельства, но они решаются на рождении ребёнка. Но есть где можно, где эти дети рождаться, а там это решение наоборот, оно другое. Мы не будем, да? И ещё, ну, вот я смотрела, ну, Польша как сама по себе, она такая страна, она всё-таки, ну, считает, что каждый ребёнок, который, ну, он должен родиться. Ну, мы не можем прекратить эту жизнь, если она пришла, и если она ищет место в этом мире. Ну вот, и я думаю, что там, и у нас это тоже очень большая проблема, что должны были или кабинеты, или консультанты. Если семья, я думаю, что семья должна это решать, но у нас всё-таки мы можем говорить, что женщина одна решает фактически этот вопрос, должны пойти на консультации, обсуждать. Есть страны, в которых есть такие консультантские кабинеты перед абортом, где семья приходит и обсматривает все за и против, и тогда только даётся это решение, разрешение на аборт. Потому что у нас, ну, в данный момент у нас рождают очень молодые женщины, ну, то есть девочки у нас даже рожают, то есть 15-17 лет. И там такая, в принципе, стоит такая большая угроза, что далее в жизни эти женщины будут бесплодными. И это у нас сегодня уже видно, у нас очень бесплодные пары, много. И то есть и не все пары именно потому, что это отрождение у них какие-то там, ну, сложнее, осложнение или что-то другое. Но это, ну, как саккос аборт. Да, последствия, последствия аборт. Последствия, да, или контрацепции. Ну, контрацепции тоже такой большой вопрос, все ли понимают о нём, ну, все ли используют, ну, контрацепции. Потому что католическая церковь, мы моем контрацепции, и там тоже вопросы стоят за и против. Ну, оно не такое, ну, как сказать, ну, угрозное, как аборты всё-таки. Так что этот вопрос, он так узко, ну, не должен решать, что запретили, не запретили. Но он должен, ну, это, он должен стоять как проблема. Потому что Европа стареет, это мы все знаем. Жидаемость меньше, чем людей, которые умирают. Мы стареем, как нация. И, очевидно, проблему Польша решила таким образом решать. Ну, это такие глубокие вопросы. Но вот скажите, а материальная сторона, насколько она здесь действительно является решающей? Потому что, ну, я читал, действительно, такие, ну, размышления на тему того, что в патриархальном, в крестьянском хозяйстве каждый новый ребенок, это был новый работник в семье, и наоборот, это, ну, помощник. А когда дети рождаются в городских условиях, то это скорее, ну, вот новые траты, и здесь не помощь, а расходы. И получается так, что уже третий ребенок, ну, переводит в среднестатистическую семью, в семью малообеспеченных. То есть вот для того, чтобы завести троих детей, ну, не хватает денег, и, ну, действительно, люди сталкиваются с тем, что они должны будут ограничить себя, и не все хотят себя ограничивать, ну, вот, в, ну, все-таки в удовольствиях. Вот это тоже, является ли материальная сторона все-таки причиной тоже вот абортов? Ну, и да, и нет. Но у нас, к сожалению, у нас действительно молодая политика семей и с детьми, она, ну, не очень-то такая, чтобы семь решались на третьего, четвертого ребенка. Потому что каждый ребенок, как уже вы сказали, каждый ребенок, который рождается, все-таки суживает финансовое состояние семьи. Это и пособие, и политика, и, ну, как сказать, и медицина, и воспитание детей. Она все-таки лежит на плечах родителей. У нас есть услуги государственные, но на государственные услуги детям большие очереди. Если у тебя какая-то проблема, ты будешь за это платить и не будешь ждать эти длинные очереди. И второе то, что качество тоже. Ну, мне хочется сказать, что я уже вначале сказала, есть семьи, которые на это не смотрят. Они просто рожают, да? Рожают. Они не считают, могу, не могу. Есть это первое пособие по рождению ребенка. Они их получают, и дети растут, как они растут. Но это такой интересный вопрос. Я думаю, что это больше наше мышление, наши ценности верты и бас. Чем мы живем? В принципе, мы сейчас живем в материальном обществе. У нас благополучие, материальное состояние, оно очень важное. И это видно везде. Это видно везде. Кто ты, какой у тебя изглый ты ебал. Да, образование. В какой машине ты едешь. Да, какой дом у тебя. И, конечно, ребенок мешает, чтобы мы могли так спокойно себе, ну как это, отыстрить себя и показывать себя. Конечно. Ну и то есть. Вот у нас меняется это отношение к жизни, ну как ребенку, как в семье. Ну, в принципе, мы больше уже, как это, ориентировали на себя, на свой эгоизм, на свои успехи. И меньше мы уже смотрим на то, где мы можем, ну как себя, ну женщина, как себя, как мать. Ну как это, people did. И мужчинам тоже. Но мне приятно, что сейчас смотрю, что у нас появляется такое отцовское движение, где отцы занимаются детьми. И в этих семьях двое детей, трое детей. Так что что-то меняется, но меняется медленнее, чем надо было бы. Потому что в декабре, я вот слушала статистику, родились очень мало детей. За последние сколько там лет, меньше всего родились детей. Так что это очень-очень большая проблема. Насколько Латвия достаточно ли консервативная страна в этом отношении? Поскольку вот вы говорите о том, что люди становятся эгоистами. И мне кажется, что да, это вот одна из таких тенденций. Ну, может быть, обратная сторона либеральных ценностей, что в первую очередь человек ставит самого себя, свои интересы. И он не готов чем-то пожертвовать ради других, ну вот еще будущих людей, которые должны появиться на свет. Вот насколько, ну, все-таки в Латвии больше, может быть, консервативная, традиционная страна, где вот эти ценности все-таки не совсем так себя проявляют? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да, что это так и есть, что эгоизм, он… Ну, я думаю, все-таки, что эгоизм — это уже проблема Европы, вообще цивилизации, что мы смотрим. Ну, вообще, когда с семьями говоришь, и даже здесь вот приходят люди, которые хочут усыновлять. Усыновлять хочет одного, ну, может быть, два ребенка, но в принципе одного, то есть мы двое и один, и мы для него все можем. Это тоже эгоистический подход, да, потому что ребенок один, как ребенок вообще чувствует один в семье? Ему хочется и братьев, и сестер, это нормально, да, но они хочут одного, то есть, ну, мы вообще думаем, да, вот один, два — это уже, два уже — это много. Так что все остальное у нас важно. Ну, как я вот заметила, люди, когда говорят о детей, они к ним подходят как, ну, таратайи. То есть этот ребенок будет у нас стоить столько, да, у нас нужна будет для медицины, для воспитания, для хорошей, ну, чтобы устроить ему жизнь. И мы не думаем о том, что, ну, что, какие качества, какую, ну, радость, какое счастье этот ребенок принесет нам. Это такое одна верзина, мышление. Одностороннее, да. Одностороннее, да, движение наших мышлений. Мы все думаем о том, что я буду тратить, что я буду терять из-за того, что у меня будет один, два, три, четыре ребенка. Ну, это неправильно. Ребенок, ну, как в Библии сказано, ребенок — это своя тейба. Ну, это он приходит, он приходит с радостью, он приходит о многом хорошем, что он, кто, чего он будет давать семье. Ну, с этой стороны мы вообще не смотрим. Да, мы только с этой. Вот пришел и будет тратить наш бюджет и так далее, и так далее. Телефоны в нашей студии 6-7-212-93-9. Вот есть звонок. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Здравствуйте. Вот я сейчас слушаю, ну, как бы высказывание, и мне вот, могу сказать, что мне 32 года, и мы с женой тоже не планируем детей. Но дело в том, что там много говорится об эгоизме, но мне кажется, проблема не в этом вообще. А в том смысле, что вот сейчас, например, молодежь и их родители, у них довольно часто встречается проблема понимания. То есть, сейчас объясню, именно в том смысле, что родители не понимают детей, и дети не понимают родителей. Они живут как на разных планетах. И мне кажется, сейчас важнее всего понять вот нашему поколению, ну, там, ладно, 20-30 вот сейчас, которые не то, что рожать детей там по 3-2 ребенка, а именно так родить, так его вырастить, чтобы он был счастливым, чтобы понимать, как его сделать счастливым. Как раз-таки вот этого понимания не хватает сейчас. А не то, что эгоизм или негоизм. Чтобы, самое главное, чтобы сохранить семью, именно отношения между женщиной и мужчиной. Потому что, если это будет, тогда будет и любовь, и семья не распадется, ребенок, ну, он не разрушит семью, потому что сейчас вот молодым парам, я знаю друзей своих, сейчас очень часто такая проблема сейчас, что финансово тяжело жить. И порой ребенок как бы тут крики какие-то там, ну, эмоции, он высказывает, что там то нужно, это нужно. И просто родители устают, и не способны уже друг другу уделять это время, любовь эту вот поддерживать. И тем самым семья может там через 3-4 года после рождения ребенка, он может просто разрушиться, и они устают друг от друга от всего. Спасибо. Ну, такое вот эмоциональное высказывание. Да. Ну, это... Конечно, мы можем говорить об этом, что сейчас молодые родители, у них очень мало знаний о том, как воспитывать детей, они не умеют. Это мы тоже видим, когда в группах приходят молодые родители, которые уже родили ребенка, и сколько у них мало знаний о том, как быть. Вот ребенок требует, он даже не спрашивает, он требует. Но я скажу, что это зависит от того, что нету этих семейных ценностей, которые раньше передавались. Раньше женщины уходили в пенсию 50 лет, 55 лет. И феномен бабушки был очень сильный, долгие годы в семье. То есть молодые шли работать, бабушки присматривали, и как эти ценности так внезапно переходили с родителей к молодежи, и так далее, и так далее. Потому что очень многие такие... Ну, никто не рождается, чтобы был быть папой или мамой. Никто. Папами и мамами становятся. У матери этот инстинкт появляется сразу после рождения ребенка. У папи он, как у кого, но он постепенно появляется. Но знания, знания, они только с годами появляются. А то есть у нас вакуум сейчас получается. Раньше вот бабушка уже была рядом, она еще была довольно-таки молодая, она учила, она помогала. И молодежь как-то вот постепенно могла. Сейчас получается, как ребенок рождается, там полторы года, ты должен идти на работу, ты уже, ты, ты, нету этого, ну как это, нету времени, чтобы, время есть на то, чтобы смотреть, и, ну, это материальная сторона только, ну, карту, да. А вот для этого, то, что я как мама, и папа как папа, на этого времени не хватает. А то, что вот молодой человек сказал про этих требований, да, это очень большая проблема, у меня 13 внуков, я вижу это каждый день, но это очень, очень зависит от родителей, как мы поставляем свою жизнь. Если в моем доме есть разные гаджеты, телефоны, да, компьютеры, телевизоры, он будет требовать это. Но если мы его воспитываем по другим ценностям, если мы часто и ходим на природу, на, не знаю, на улицу спортом занимается, у него этого не будет. В принципе, это то, что требуют дети, они требуют того, что они видят кругом. И в первую очередь то, что делают родители. Если сам родитель каждый день сидит в телефоне или компьютере, и сейчас во время ковида это очень, ну, трудное такое время, действительно, дети видят, и родители должны работать из дома. Это есть проблема. Но все равно, ну, кто босс в семье? Ну, мама, папа, все-таки папа всегда. Дети, они любят рубежей. Просто сейчас молодые родители не умеют ставить. У нас еще просто один звонок, наверное, позже последний. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Хотел сказать, что я полностью, ну, практически полностью согласен с вашей гостей. Ария Марту Каннели. Да, потому что в нашем обществе вот вопрос потребления накладывается еще на отсутствие образования и классических знаний. Предыдущие звонившие довольно, ну, у меня трое детей, да, и когда люди говорят о том, что вот, дать счастье ребенка, нельзя дать счастье другому человеку. Можно другого человека сделать несчастливым, это легко. А сделать человека счастливым невозможно. Его можно сделать образованным. Хоть чуть-чуть. И, как бы, не надо в этом стремиться. Надо просто жить. И действительно, как сказал ваш гость, получать маленькие радости. А финансовые вопросы, ну, вот, на днях умер Луновой, который сыграл в замечательном фильме Павка Корчагина. Я думаю, большинство не читало, как закалялась сталь. Люди могут почитать, как жили наши предки в начале века. И что для них было за радость. И, соответственно, когда люди говорят, что сейчас тяжело, и у них какие-то финансовые трудности, ну, это откровенный эгоизм и откровенное непонимание, как бы, то, что есть дальше, чем, не знаю, тысячи километров в сторону Африки. Да, спасибо, спасибо. Да, вы тоже упомянули о том, что часто бедные, ну, семьи с маленьким доходом, они гораздо легче решаются на большее количество детей, чем семьи с большим доходом, которые боятся потерять вот это вот свое финансовое благосостояние. Да, конечно, и спасибо предыдущему, ну, папе, я так думаю, раз у него трое детей. Так что это очень хорошее такое было замечание. Я читала папку Корчагина, я знаю, мне нравятся вообще такие, ну, рассказы о сильных людей. И, конечно, и вот очень именно то, что когда наше государство не было в таком, не жило в таком благополучии, как сегодня, дети рождались больше. Так что, ну, я по своему опыту могу сказать, что у нас в нашей семье тоже есть, и, ну, как это, и сглит, и, да, и хорошая работа, и бизнес, все есть. Но если так, подойдя к второй стороне жизни, где у нас всех кончается, да, о том, что, о чём ты думаешь, не думаешь о том, какие ценности твоей жизни были там, или какие там большие успехи твоей жизни были, ты думаешь о детях, да. В нашей семье выросли четверо своих, семеро приёмных детей. И если я так передумаю свою жизнь, я никогда не меняла ничего в своей жизни, чтобы у меня эти дети не были, да. Никто не стоит рядом, ничего не стоит рядом той ценности, той радости, той счастья, которые даёт ребёнок в семье, даже приёмный, даже не такой, не сякой. Но это действительно, когда ты видишь, как он развивается, как он воспитывается, какие у него таланты, как он шаг за шагом делает свою жизнь против своей счастья, и это вот тоже правильно сказали. Мы не можем дать другому счастье, только помешать ему в жизни, проблемы делать. А на счастье каждый человек идёт сам, и наши дети тоже. И мы можем стараться, как мы можем, мы эту дорогу ему не сделаем, он сам будет её сделать. И придёт это подростковое время, когда он именно будет протестовать тому, что мы хочем от него. Потому что другое время, сейчас действительно другое время, дети живут другими ценностями. И мне даже тоже, ну, мы можем осуждать, но интересно, какие они вырастут, да, что будет у него, какие будут их ценности, они не будут наши ценности, да. Это мы должны принимать. Ну, так что, я думаю, ну, не жалко тех родителей, которые выбирают путь своей жизни без детей или с одним ребёнком. Потому что дети, которые одни в семье, они тоже, они, ну, бедные, эмоционально, внутренние. Ну, ему надо, чтобы чувствовать это, что кругом есть эта семья, есть свои, есть свои близкие, и чтобы можно было дерзаться вместе. Потому что сейчас вообще мир пошёл такой виртуальный. У нас не ценятся отношения, ну, такие, ну, физические отношения, как мне сказать. Мы все живём сейчас вообще в Zoom, в Skype, в TikTok, ну, разные эти платформы, да. Через телефон, а такое отношение, чтобы чувствовать, семья большая, все мы свои, мы друг другу помогаем, это уже где-то теряется. Это остаётся только вот этих бедных семьях, которые действительно держатся вместе. И они счастливее. Кто может сказать, что они несчастливее? Да, конечно, там проблемы, там разные вещи, вещи, от которых, ну, можно отобрать детей, винут. Но они, если смотришь на них, они совсем другие. Так что... Да, у нас, к сожалению, время завершилось. Мама 11 детей, бабушка 13 внуков, руководитель объединения профессиональных приёмных семей Терезы, Ария Марту, она сегодня с нами была на прямой связи. Огромное вам спасибо, Ария, спасибо и хорошего дня. До свидания. Хорошего дня вам тоже. Мы же продолжим буквально скоро новости. Радио Болткома